Команда Романа Удодова провела. Три победы, ничья и три поражения. И пока что Ставропольцы занимают 10 место, но все может измениться после финального свистка. Три очка отделяют Динамо от пятого места. То есть в случае победы есть шансы подняться гораздо выше от заветного первого места Ставропольцев отделяют 6 очков. Наверное так правильно. В полузащите Евгения Охременко, Александр Борисов. Охременко 14-й, Борисов 20-й. Кирилл Давыдов 6-й, Максим Малыш 11-й, капитан команды. Виктор Чувилов убегла Новокубанска. Несколько игроков забили по одному мячу. Это Владислав Кармишин, Давид Любченко, Максим Малыш, Денис Седых и Роман Ходунов. А тем временем атака Ставропольской команды. Падение и на точку показывает Владимир Шамара. А всего лишь три минуты позади. И к 11-ти метровой отметке подходит Игорь Чернышев, капитан команды. Кстати говоря, вот как раз таки мы начали говорить о бомбардирах. И у Чернышева пока что два забитых мяча. Оба с пенальти. И если он реализует сейчас 11-ти метровый, то может выйти в качестве главного бомбардира в составе Динамо. Посмотрим. Ждет Чернышев свисток Шамары. Вот есть свисток, разбегается Чернышев. И левой ногой посылает мяч в сетку. 1-0. Открыт счет в матче на четвертой минуте. И делает это Игорь Чернышев. Ну а пара нападающих всегда готова выбежать в контратаку. Так что у биолога всегда есть преимущество. Ну как в обороне, так и в атаке. И вот сейчас впереди как раз таки находится команда из Краснодарского края. И Борисов попытался пробить левой ногой. Наносил удар и ушел мяч. Падение. Поднимает. Боковой арбитр флажок. Нарушение правил. И сейчас штрафной удар будет. Семякин остался ближе к центральной линии. Остальные все пошли вперед. Но все-таки есть еще футболисты, которые подстрахуют. Семякина в случае... Отскока! И второй мяч влетает в сетку ворот. 2-0. Великолепная подача Май Султанова. А кто же стал автором забитого мяча? Кто-то из игроков Динамо подставил голову. И именно головой. Чернышов забивает. Ищет свободные зоны. Поэтому в какой-то степени... Да, удивительно, что он забил так много мячей. А в другой степени... А с другой стороны все-таки понятно. Игрок атакующий. И имеет хороший удар. А тем временем угловой ворот Динамо. Отбиваются ставропольцы. На противоположном краю штрафной держится мяч. И пошла еще одна подача. И... 2-1. Голевой. Матч. 12-ая минута. Счет 2-1. Биолог забивает. И, вероятнее всего, будет дальше лететь вперед, чтобы сравнять счет. Пока что попытки Биолога подойти к воротам Динамо заканчиваются примерно одинаково. Либо неточная финальная передача, либо нападающие проигрывают борьбу. Не очень аккуратно выносит мяч вперед Денис Книган. Криворок сыграл через себя. Отдал передачу. И снова Диновавцы перехватили мяч. Колесников был в офсаде. Передача пошла на правый фланг. На Куражева. Толчок в спину. Очевидный фол. Нарушение правил свистит Шамаром. И уже третья подача с одной и той же точки. На левом краю штрафной находится сейчас Куражев. Никто его особо не опекает. Удар по воротам. Спасает команду Арсентьев. Очень здорово пробивал Майсултанов. Именно Ставропольская команда доминирует. Я думаю можно так сказать. А у Биолога ничего абсолютно не получается. Да, один гол забили. Но пока что игра в пользу синий-белозолотых. Набирает по левому флангу ускорение Зюзин. Но пас пошел в центр. Абдоков. Дальний удар. Хороший удар. И здорово выпрыгивает его Федор. Арсентьев. Все грамотно сейчас сделал Абдоков. Хороший удар получился. И прекрасный прыжок. Отметим галкипера. Биолога Новокубанск. Доминируют. Мячом владеют. Чаще подступают к чужим воротам. И нельзя сказать, что игра скучная. Три забитых мяча в первом тайме. А здесь скидка. Нужен удар. И снова Арсентьев. А, еще и положение вне игры. В любом случае, забитого мяча мы бы не увидели. Продолжает ему там оказывать медицинскую помощь. А здесь очень опасный момент. И подключается по правому флангу Ахрименко. Не увидел его, что ли, партнер? А здесь контратака. Может получиться у Динамо. Ким Абдоков. Передача вверхом на Колесникова. И выигрывает забег Колесников. И получил возможность забить. Но поскользнулся в самый неподходящий момент. Да, Михаил Борисов получил повреждение. Но уже вернулся на поле. Борисов. И снова отскакивает мяч к Ставропольцам. Аким Абдока. Восенин. Восенин с мячом. И хорошая передача на Колесникова. Один на один. Получает шанс Константин Колесников. И не попадает в створ. Прекрасная возможность забить. Но ее на центральный нападающий не реализовывает. А вот и замена. Валерий Сарукян. Ахрименко. И передача низом. Серия рикошетов. Свисток. Положение вне игры. Все спокойно. Можно выдохнуть. Залимхан. Это твой футболист получает шансик. Ты где находишься? Восенин. Сарукян. Вот его первое получение мяча. Дает он пас на Залимхана Майсултанова. Залимхан уже в штрафной. Передача. И здесь на подборе ионов. Удав касание. От Дениса Восенина. Выше ворот. Я бы даже сказал, атака на перехвате. Но не совсем она смахивает на контратаку. Хотя возможно. Возможно. Возможно, можно ее назвать и так. Теперь в нападение бросается Биолог. Передача вверхом. И на месте Федор Арсентьев. Снова Царукян. Впереди некому абсолютно сыграть. Нарушение правил. Здесь фалит Александр Борисов. Так. Вот это интересная красная карточка. Леониду Назаренко. А за что? Ну что ж. А вот опасный момент у ворот Биолога. Не хватило финального удара динамовцам. Да. И заменит он, возможно, Кирилла Давыдова. По крайней мере, в предыдущем матче против Анжи Борзенков поменял именно Кирилла Давыдова в центре поля. А кто будет бить? Сейчас посмотрим. Васенин, возможно. Кстати говоря, да. Именно он исполняет стандарты, если это делает немой султанов. И Васенин готовится к удару. Он бьет поворотом. Хороший удар! Вот это гол! 3-1. Динамо увеличивает разрыв в счете. Денис Васенин. Фантастический удар. От перекладины. 81-ая минута. 3-1. Господи, ну вот это, конечно, ударище. Зюзин. Еще удар поворотом в штанга. Ай-яй-яй, ну. Еще попытка удара. Падение здесь чисто сыграно. Никакого пенальти нет. И однолетний голкипер. Поиграл в Казанском рубине. Ермилов. Разворачивается через правое плечо. Падает. И еще штрафной удар. Нет. Не дает разыграть Шамара этот штрафной. Нет смысла. Считает он и дает финальный свисток. 3-1. Одерживает победу Ставропольская Динамо. Казахстан. Какого то Сибири. Продолжение следует...